Рабочие снимают со стен бывшей семинарии последние слои его советского прошлого. Уже через месяц здание, точнее его центральный фасад, приобретет свой первозданный вид. Одно из условий заказчика, руководства Дальгао, чтобы стены были такого же цвета, как и более века назад. Прежде чем приступили к работам, был подготовлен проект по реставрации. Так, например, допустим, цвет фасада, он будет отличаться от того, который был, и мы привыкли его видеть. То есть тот цвет, который был при строительстве этого корпуса, он будет в светлых тонах. Мужскую духовную семинарию построили в 1985 году. Для своего времени здание считалось высотным. Сразу три этажа. Металлические перекрытия кровлю по воде доставляли из Германии. Архитектурный стиль учебного заведения соответствовал модным тенденциям эпохи – неоклассицизм. Четкие и выдержанные линии, никаких вставок в национальном стиле типа кокошников. Зато композиция центрального окна в самом центре называется «Венецианской». Именно здесь находилась домовая церковь, которую венчала небольшая луковка с крестом. Интересно, что в семинарии была и своя звонница. Вот на этом балконе с келевидным покрытием конструкция чудом сохранилась. Когда я обследовала, видно было, что в двух местах отсутствует перемычка. То есть есть в рубке, но нету бревна. И рассматривая аналоги других таких же духовных семинарий, но не именно вот таких фасадов, а вообще духовных семинарий, обнаружила, что таким образом делаются звонницы. С этим зданием до сих пор связано множество легенд. По одной из них мужскую семинарию с епархиальным управлением, где слово Божье постигали барышни, связывал подземный ход. Однако доказательств этому до сих пор не найдено. У нас не те грунты, чтобы они держали. А кирпичную кладку, ну извините, семинаристы до 18 лет, они просто не способны это выполнять. После революции мужская семинария стала местом, где держали пленных белогвардейцев, затем разместили общий госпиталь. А в 50-х прошлого века здание передали сельскохозяйственному институту. С тех пор здесь, как и 133 года назад, висит учебное расписание. Но вместо богословия или старославянского селекция, почвоведение, экология, теперь это аграрный корпус Дальгау. Но уже осенью после того, как завершатся реставрационные работы, частица прошлого вернется на свое место. На сегодняшний день проектом реставрации предусмотрено восстановление именно первоначальной цветовой гаммы, исторически существовавшей. Это установлено путем и анализа, и фотоматериалов, и натурных архитектурных исследований со скобом, со штукатурной отделки. Поэтому все эти работы будут выполняться, и здание, конечно, заиграет новыми красками. На реконструкцию исторического здания направили более 10,5 миллионов рублей. Средств хотело на замену окон и облицовку внешнего фасада. Но амурские историки, студенты Дальгау и простые жители Благовещенска не теряют надежды увидеть всю семинарию, такой, какой она была в 1885 году. Юрий Камышный, Константин Волков, Станислав Макавич, Амурское областное телевидение.